Канал Али Аттисам представляет Братья мусульмане, иншаллах, я буду отвечать на те вопросы, которые я получил вчера и прошлую пятницу, так как у нас прошлого эфира не было. Я работаю помощником машиниста. Железные дороги. Как делать намаз поезды? Если меняется направление, можно ли делать сидя на месте или же, если нельзя, покидать кабину и там мало места. Брат мой, если ты останавливаешься, например, ты машинистом, значит ты в сафаре. Когда в сафар едешь, ты имеешь право совмещать намазы. Имеется в виду, обеденный намаз перенести на послеобеденный намаз или же наоборот, послеобеденный перенести на обеденный намаз. И также ночной намаз перенести на вечерний намаз или же наоборот, вечерний намаз перенести на ночной. Если в течение этого времени поезд останавливается, тебе надо молиться в то время, когда поезд останавливается. Если у тебя поиск, вообще время намаза не останавливается и не можешь остановить, тогда в начале намаза узнаешь, где находится кибля и начнешь молиться. И так помолишься. А если невозможно покинуть кабину, молишься, как машина едет, в такое направление, но потом надо восстановить этот намаз или нет, и здесь разногласия ученых. Но это вы скажете, лучше восстановить, потому что имам Шафи, в Шафиевском мазабе надо этот намаз восстановить. Абу Ханифа говорит, нет, не надо. За это вы говорите, лучше его восстановить. Если не восстановишь, то же, иншаллах, греха не будет. Это Абу Ханифа говорит, Аллах говорит в Коране, бойтесь Аллаха, как вы можете. Если ты то, что делаешь в направлении, как машина едет, здесь круг другого направления, не можешь стоять, тогда как едешь и так молишься, Аллаху Аля. Я женился на русской, когда делали никах, был псевдо-мусульманином. Она произнесла шахаду, мы поженились, но уже два года, как Аллах наставил на прямой путь, совершаю намаз, соблюдаю все. И, иншаллах, хочу в следующем году уже совершить хадж. Проблема в том, что жена не молится, не могу никак донести до нее. Когда уже начинаю грубить, она говорит, что будет совершать намаз. И то ради меня, из-за того, что я так хочу, а не ради довольства Аллаха. Но все равно даже так не начинает. Ведь никах недействительно, если она не соблюдает столпы ислама. При каждом напоминании говорит, я сама приду к этому. Но это всего лишь отговорки. Нет, уже давно, близости с ней, кажется, что каждый раз совершу прелюбие деяние. Живем практически как сожители. Держится все на детях. Разводиться не хочется, опять-таки, из-за детей. Как быть в такой ситуации? Время идет уже к концу. Джазак Аллаху Хайран. Спасибо за то, что вы делаете. Вайяк, брат, человек, который не молится, тем более вообще никакой намаз не делает, не делает деяния. Это не является мусульманином. С таким человеком жить нельзя. Надо поставить условия. Или ты будешь начинать молиться, или же мы разведемся. Если она выберет развод после того, чем начать молиться, чем поклонение Аллаха, тогда с таким человеком вообще нельзя жить. И расходитесь. Идите, иншаллах, постарайтесь, чтобы они у тебя остались. Если даже не останутся, но ты будешь стараться, чтобы они остались мусульманами, соблюдая религию, но все возможное сделать не получится, иншаллах, за этого ответа тебе не будет. Но жить с такой женщиной запрещено. Валлаху а'алам. У нас есть железная миска с арабским писанием. Дуа наполняет ее водой, дают пить и брызгают, как на начитанную воду на человека, который сглазили, дабы убрать с глаз. Можно ли так делать? Смотря там на чашке, что написано? На миске что написано? Посмотреть. Если там написано аят из Курана, или же дуа, в таком виде, иншаллах, можно его пользоваться. Если там написано какие-то непонятные слова, как в многих местах бывают, то нельзя его пользоваться. Валлаху а'алам. Правда ли, что во время дуа нельзя просить у Всевышнего удлинить жизнь человека? Это нет, неправда. Можно просить. И пророк, саллиллаху алейхи вассалам, просил такой же дуа для Анас ибн Малейка, ради Аллаху ана. Я соблюдающий глубокий ислам. И мои родственники знают об этом. Только при рукопожатии я здороваюсь. Я знаю, что это харам. Я все остальные соблюдаю. И есть риск разрезания родственных связей, ссори. Я не оправдываю себя. Это харам. Какое мое положение? Я мусульманин. Я осознанно осознаю это. Я соблюдающий все остальные, что есть в шариате. Алхамдулля. Только в этом вопросе проблема. Тоже, брат Астал, хоть даже родственники обидеться. Тим объяснить, что это ислам мне запрещает. Я не могу этого делать. Я не за то, что не хочу вам салам давать, я рукопожатые не делаю. За то, что мне Аллах запрещает. И вас я люблю, уважаю. И родственные связи хочу сохранить. Но делать харамные, чтобы сохранить родственные связи, Аллах тебе не требует. Если не получится, значит, это благо. А является ли этот куфром? Являешься ли ты мусульманином? Да, ты мусульманин грешный. Пока это дело халал не скажешь, то то, что ты харам не делаешь, человек кафором не становится в Аллаху алям. Если проявлять небрежность к намазу, например, без полного или малого омывания, если были совершены намазы или были сделаны движения, портящие молитву, или же ошибки были, которые меняли смысл намаза, еще если не в сторону кыблы были совершены, нужно ли восполнять эти намазы, или же искупление будет лишь раскаяться, исправиться. Без омывания молиться, может быть, дойти до куфра, это издевательство над религией Аллаха Субханаху ата'аля. Ты издеваешься над намазом. Это не намаз. Намаз не бывает без омывания. И ни в сторону кыблы тоже не бывает намаз. Из-за этого такие намазы может человек вывезти из религии Аллаха Субханаху ата'аля. Такому человеку я советую, чтобы он покаялся, делал побольше хорошие деяния, чтобы мне больше такого не повторял, делал побольше садака, дуа, просит прощения Аллаха Субханаху ата'аля, чтобы Аллах простил тебе твои грехи. Валлаху а'алям. Можно ли читать намаз красиво, не торопясь мелодично? Смотрел лекцию шейха Хасан Али, он сказал, если будете читать намаз таким образом, это будет совсем другой уровень. Имеется в виду, не как песни, как те, кто читает Коран мелодично, например, как Амар Хишам, можно так читать или все-таки нужно читать как книгу? Нет, с мелодием. И красивым голосом читать является, красиво читать с таджвидом, это является, обязательно Коран надо читать с таджвидом. И не спеша намаз делать, конечно, это является желательным, сунном пророка, саллиллаху алейхи васалям. И, как говорится, это другой уровень. Имана увеличится. И больше пользы получишь от намаза, Аллаху а'алям. Мне мучает вопрос, можно ли во время полового близости не кончать во влагалище, а просто во время вытащить, или это харам. Есть несколько хадисов, но они противоречивают друг другу. Есть хадисы, где дозволяются, а есть хадисы, где запрещено это. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Об уютным согласием это дозволено, но некоторые учетные говорят, это нежелательно. Нежелательно в Аллаху а'алям. Шейх, у меня такие вопросы. Почему нельзя красить волосы черный цвет? Хотя есть разногласия, но все же причину знаете. Просто у меня многие спрашивают, а ответы не знаю. И можно ли делать напоминание неверующим, которые не совершают намаз, когда они... Как я говорю, я отвечу под одним постом один вопрос. Хоть несколько вопросов там есть, потому что успевать надо. Волосы черным цветом красит. Здесь разногласия ученых. Мужчинам черный цвет красит. Это мнение большинства ученых, что является запрещено. Харам. Замужным женщинам внучки не красит. Но много ученые для мужа, чтобы украситься, разрешают черный цвет красит. Валлаху а'алям. Как успокоиться? Я боюсь. Попасть в куфр. Я религиозный, соблюдающий предписания и поклоняюсь Аллаху. Алхамдул-Лля, просто когда приходят трудности, я преодолеваю. Ну и тороплюсь, что ли, или же не знаю, странно чувствую себя. Боюсь недовольства Аллаха. Как мне быть спокойным? Я боюсь, что не смогу стать того, что от меня требовалось, или же не знаю, как сказать. Помогите, пожалуйста, ответом мир вам. И тебе мир, но я не знаю, что ты имеешь в виду, тороплюсь. Если тороплюсь, имеешь в виду намаз делать или какие-то деяния, я не понял вопрос. Из этого ответа тоже нет у меня. А так, есть хадис пророка, саллиллаху и салам, который некоторые ученые считают его достоверным. Спокойствие, не спеша делать дела. На всех деяниях это хорошо, кроме деяния, которые тебе переводят, деяния, которые тебе помогают в Ахират, в судный день. Здесь ты должен не откладывать, не быстро делать, не откладывать. Например, которые ты можешь сегодня делать хорошие деяния, не надо его на завтра откладывать. Которые завтра можешь делать хорошие деяния, не надо их послезавтра откладывают. А в мирских делах не торопиться, подумать, спокойно делать это является благой его Аллаху Адаму. В нашем регионе есть группа антилерики. Они ловят барик и даже которые употребляют наркотику и бьют палкой не по закону шариата и потом снимают их на видео и вставляют инстаграм на весь мир, как это шейх, это выставлять людей на весь мир. Если этот человек покаялся и является мусульманином, нельзя их выставлять, опозорить. Если этот не мусульманин, тогда их можно выставлять, чтобы люди знали их и остерегались от них. А если это мусульманин и покаялся после того, как его наказали, чтобы он говорит больше не буду такому человеку выставлять, позорить, не имеем права. Валлаху Алям. Можно ли их бить палками, как ты здесь говоришь? Конечно, их наказывают, остановить, чтобы среди мусульман не распространялись, чтобы это нечесть, они их остановят. Если это помогает, можно их палкой тоже бить. Валлаху Алям. Если не останавливаются, еще раз распространять это нечесть, наркоту, портят мусульман, это многие ученые считают хираба. Они воюют с мусульманами, их даже в шариатском суде могут наказать смертной казнью Валлаху Алям. Шейх, ответьте, пожалуйста. Я знаю, если я знаю, что моя мать прелюбедействует, то имею ли право сказать ей, чтобы она прекратила это иначе, или же я не хочу ее не слышать и не видеть? И если она предпочтет прелюбедействие, будет ли на мне грех то, что я не буду поддерживать с ней связь, так как у меня отвращение к ней, это продолжается уже годами. Инна лиллях, ва инна лихи, раджа вам. Чтобы пугать ее, имеешь право, ты говоришь, если ты будешь больше этого делать, я с тобой не буду разговаривать, я тебя в своей матери не буду считать, или же я расскажу тебе, твоим родственникам, чтобы тебе наказали. Припугнуть ее, имеешь право это сказать. Но в действие привести, это то, что ты угроза, то, что ты делал действие привести, имеешь право или нет? Нет, не имеешь. Потому что прелюбедение это не хуже, чем ширк. Аллах в Уране говорит, ширк этот многобожий. Если даже они будут призывать к многобожию, с ним, этом дуне относись хорошо, говорит Аллах в Уране из этого. Хоть она продолжает это делать, ты не имеешь права плохо относиться, имеется в виду, не разговаривать, ругать, иметь право напоминание делать, пугать его, что не буду общаться с тобой, но это действие привести и не общаться с родителем не имеешь права. Аллаху Алям. Нарушил клятву. Не знаю бедных, которые можно было бы накормить, поэтому постился. Правильно ли я поступил? Если нет, то нужно кого-то накормить или я уже искупил. Какую сумму в деньгах или какие продукты взять, когда буду кормить, или какую сумму дать, чтобы сам купил одному и тому же бедняку. Неправильно делал. Если у меня есть возможность, ты должен 10 бедняков кормить. Это значит примерно сыпучие продукты, где-то 6 килограмм, отдать беднякам. Если в том городе, где ты живешь, нету бедняков, можешь это отправить в другой город, в другую государство, где это есть, чтобы там накормили. Субханаллах, в разных ситуациях говорю, при радости, удивлении, но бывает, могу уронить телефон, чуть лицо злое, чуть лицо злое становится и тоже могу сказать, Субханаллах, хотя ничего плохого не имею в виду на Аллах. Можно ли говорить так, даже если это, если то, что что-то неприятное случается, можно сказать, проблемы нету. И Пророк, салаллаху алейху салам, использовал слово Субханаллах, когда удивлялся тоже в Аллаху а'лам. Если во время Джума намаза начал намаз и после перешел вперед, чтобы пополнить ряд, считается ли намаз действительным? Или не надо было после так передвигаться? Если ты начал намаз и переднем ряду там место осталось, можно двигаться и нужно двигаться этот перемужуток, чтобы закрыть в Аллаху а'лам. Можно ли посещать торговые центры, магазины, кафе, рестораны или какие-либо другие общественные места для того, чтобы поесть или купить что-то или повезти там время или работать там? Можно это делать? Если это все запрещать, мусульмане из дома выйти невозможно. Это главное не уединяться с противоположным полом. Пошел магазин, купил ножны, вернулся. Хоть даже там открытые женщины будут в базар и ходить. Это не является харамом в Аллаху а'лам. Можно ли открыть книжный магазин с художественной и научной литературой? Да воздаст вам Аллах благом. Главное, что эти книги дозволенные были. Если дозволены книги, можно, но продавец книг должен контролировать, что продает. Харамные продают или халалы продают в Аллаху а'лам. Скажите, пожалуйста, как отвечать тем невеждам, которые говорят, что и рай, и ад находятся на земле. Как только делал напоминание им о рай и ад, они начинают говорить, кто там был, что там никто не был и что люди сами строят свой ад и рай. Таким людям надо призывать не просто про рай разговаривать, призывать к Аллаху чтобы верили Аллаха и верили его посланника. После этого этот вопрос становится второстепенным, потому что и кто верит Аллаха и верит в судный день и верит пророка, он и будет верить в рай и ад. Эти слова, то, что он говорит, там никого не было, это никто не узнает, никто не знает. Только твоя радость и то, что ты построишь, это являются слова неверия. Кто так говорит, человек является неверным в Аллаху а'лам, то есть кафиром. Была совершена такая сделка. Мне попросил брать работа и должность руководителя. Там, где он руководитель, по этой же продукции отдать контракт, то есть продукт другому человеку, чтобы на другой территории работал другой человек, готовый раскрученный бизнес. Я ему говорю, почему я должен отдавать хлеб, который раскрутил, наладил. Ну, в общем, он меня уговорил, сказал, что я тебе дам типа другой контракт новый, чуть поработай, раскрути, он у тебя пойдет. Еле как согласился, хотя мне это тоже было невыгодно. Согласился на это условие предложение и сказал, подпиши мне на бумаге что-то, что ты сейчас мне взамен предложил. Продукции. Завтра не отдашь другому, если она раскрутится. Он встает, мне говорит, при моем свидетеле рядом, который сидел. ты что, мне не доверяешь, мы же мусульмане, и так осталось словесным договором. Проходит год, он отдает другому, я остался без этой территории и продукции, работает другой, на готове. И где я работал? Какое и мое положение поощряет? Я хотелось бы на тему договора, тему, чтобы у вас лекция была, потому что очень часто используют наших, нас даже русские так не поступают. Так часто используют наших, нас даже русские так не поступают. Я работаю с другими, никаких проблем, все соблюдают, никому логик не отдают, все четко, но наши деньги, увидел, ищут оправдание, не соблюдают договор снаружи и нарушат договор, ищут это оправдание. Это зависит от характера человека. А пророк саллиллах запретил нам разрушать договора. И этот один из признаков бицемерии. И пророк саллиллах сказал поистине верующие мусульмане, они являются под своим условием, под своим договором, какие условия они поставили. Если так договорились, это должны соблюдать, и это не соблюдать является харамом, запрещенным Аллаху мусульманин. Это постоянное дело на поминаниях, чтобы эти книги вы приобрели или купили, или скачали с интернета на телефон и делали поминания Аллаха, которые делаются утром, вечером, при сном, когда выходишь в туалет, когда заходишь в дом. Остальные все эти поминания везде, все случаи жизни там есть. Покупайте эти книги, выучите эти поминания Аллаха У меня есть брат, он не молится, ему уже 41 год, не постится, вообще не изучает вообще ничего из религии. Мы ему много раз говорили, чтобы он одумался, но он не хочет, так он как человек хороший, что можно сделать, чтобы он начал интересоваться религией, молился и т.д. Дуа мы уже много раз делали, он пока безрезультатно. Вам надо делать напоминание. делать напоминание ему и читать аяты, хадисы, постоянно делать напоминание. Примять ли это или нет, это от Аллаха зависит. Были многие люди, которые пророк хотел их наставить на прямой путне, но у него не получился. Из этих людей был его дядя Абуталиб. Даже в последние минуты его жизни пророк салли Аллах али ассалам просил чтобы он сказал слово он не сказал. Отец мне говорит не слушать Куран и говорит что это мешает учебе дозволяется ли мне слушать Куран. Не только дозволяется, нужно слушать Субхан Аллах. Для чего мы в этом дуне живем? Ради учебы или ради Ахирата? Из-за этого ослушайся родителям этих вещах, слушай Куран, соблюдай религию, молись, если хочешь попострай Аллаху У жены после родов месячные делятся по-разному от 10 дней у нее в день один-два раза выходит кровь, поэтому непонятно бывает закончились или нет, поэтому она ждет 24 часа, если заново не пойдут то купаются, сейчас уже 13 дней идет кровь темная коричневая и т.д. Как надо поступать, если идет надо подождать пока это закончится Аллаху Алям Но если они больше 15 дней идут тогда после 15 дней это уже надо купаться вот даже иногда идет кровь купаться и начать молиться и то, что все было харам становится Аллаху Алям это месячнее если это кровь после родовой кровь это надо подождать пока она полностью закончится это может закончиться 40 дней может быть закончится и меньше Аллаху Алям верно верно что хозяин дома имеет больше всех прав быть имамом в намазах даже если его сын лучше знает Куран если да распространяется ли данное правило на хозяин организации где есть молитвенная комната в которой совершаются коллективные намазы имеет ли такие же права на имамство намаза хозяин организации если это хозяин его организации это его помещение он имеет больше прав главное если он Куран читает правильно должны ли мусульмане отличаться со своим внешним видом от кафир должны отличаться даже при государстве при халифате Умар заставлял других одевать свою одежду которая отличает чтобы красный этот пояс завязали даже на лошади когда садились их чтобы они оба ногу поставили чтобы все не оставили вот так боком сидит заставили должны мусульмане отличаться от неверных внешности и в религии Аллаху Аля Я думаю какой работой заняться останусь ли я голодным я верующий уповаю на Аллах и знаю что все дает он но бывает чувство что останусь без денег жилья работы я понимаю что это плохое чувство но он а у меня не покидает что делать ответи пожалуйста ради Аллаха мир вам если ты знаешь что это неправильно надо оставить даже такие мысли поступают их отталкивать но не надо сидеть без работы надо знать работу делать работу это причина которую Аллах поставит для пропитания этой дуне это причина делаешь потом уповаешься на Аллаха Субхан Ху Та укол ковида не пускает что нам делать если не будем молиться будет грех если это принуждают я еще раз повторяю я не знаю этот укол вредит или не вредит если он действительно вредит ты можешь чтобы этот укол не делать можешь пойти можно ли работать пистолетчиком на заправке в Дагестане если там зарплаты есть и работаешь нету никакого запрета в Аллах Правда ли что плохое слово портит омывание нет не правда не портит омывание моя жена беременна и у нее постоянные кровонистые выделения сказали гематома уход в таком случае нужно молиться или как при месседжах нельзя да нужно молиться в Аллаху Арам я вовремя делаю азан внутри мечети не через микрофон а потом с опозданием приходит брат и делает азан через микрофон кто из нас получает награду так как еще еще суфистские мечети большинство делают намаз после их азана почему ты брат сам не делаешь через микрофон азан для чего делаешь чтобы призывать людей к намазу призывать людей к намазу это надо или через микрофон или открытое пространство оттуда кричат чтобы люди услышали азан это же его призыв не просто просто говорит азан мечети тебя никто не слышит тот кто микрофоном говорит он прав но если ты уже азан говорил и даже микрофон не взял но вышло пространство чтобы люди услышали этого хватает это считается тот который получает награду но будучи микрофон есть и пространство не выходя это делать ты делаешь неправильно Аллаху Алим можно ли читать намаз про себя если плохо слышишь про себя главное если у тебя слух плохой не обязательно громко читать что сам услышал хватает если у тебя слух нормальный таком щепотом читать в таком случае если у тебя был бы хороший слух чтобы ты услышал понятно если был бы у тебя хороший слух чтобы ты услышал в таком форме надо читать а не так громко чтобы сейчас услышать и мешать соседам которые рядом которые с тобой стоят и чтобы ему помешал нет такой щепотом чтобы ты услышал если бы у тебя был слух нормальный Аллаху Алим должен ли сын слушать родителей и например работать в поле если ему родители это говорят и они против того чтобы он поехал учиться хотя он может пройти учиться в дальнейшем работать на престижной высокооплачиваемой работе ведь ему им было бы больше пользы от этого атеист задал мне этот вопрос не знаю как им ответить он не понимает почему дети должны непрекословно слушать родителей здесь в таком форме которой нету для родителей пользы если они говорят работе поле престижной работе они не имеют права ты имеешь право пойти учиться и работать хорошей работой в Аллаху Алим собираю на хадж деньги в конце года сумма будет 125 тысяч должен ли я с них платить закат если да то сколько можно выплатить родной сестре у которой муж в тюрьме если они нуждаются в первую очередь 125 тысяч я думаю заката деньги не доходят потому что 85 грамм чистого золота больше стоит а так если у тебя дошло до 85 грамм которые можешь купить сумма дошло после этого год пройдет тогда только тебе закат надо не сразу надо закат можно ли кормить собак не имея контакта с их слюной можно кормить собак в Аллаху Алям можно ли не желать встать на истинное сердце за неверующего человека лицемера Джахли который оскорбляет ислам и мусульман или же каждый раб Аллаха нуждается давать и в спасении от своей несправедливости Ширка каким бы он не был спасибо шейх люблю вас ради удовольствия Аллаха да полюбит тебя Аллах да нельзя так думать наоборот мы должны желать для всех чтобы Аллах направил его прямой путь в Аллаху Алям можно ли продавать квартиру каферу который берет деньги в ипотеку если кафер к тебе перейдет и скажет если ты мне квартиру продашь я деньги возьму ипотеку и куплю тогда нельзя если уже он деньги взял не в руках находится ты не участвуешь чтобы он деньги это взял потом хочет купить квартиру ты продашь это можно а сам участвовать чтобы он взял эти деньги из банка это является запрещенным Аллаху Алям могу ли я во время намаза толкнуть рукой человека чтобы дать ему понять не присоединиться который ко мне присоединился в намазе за мной нельзя молиться я Аллахам с ошибкой читаю брат чем так и вообще делать постарайся Аллахам научиться можно за один день если нормально стараться за несколько часов уучить правильный Аллахам чем так оттолкивать но если ты вообще с ошибкой Аллахам читаешь тогда конечно можно оттолкнуть можно ли делать толбу сайдафанди что такое толбу сайдафанди толбу бывает каждого человека сам покайся и делай толбу так как на своем селе после намаза всегда делают толбу нет после намаза мы все делаем толбу мы все возвращаемся к Аллаху но делать надо те понимания тоже делал пророк не тот кто сайдафанди делает или другие делают тем более не зная что сайдафанди там делает может быть даже они больше чем Аллах просят у старов Моей жене в ресторане подали харамную свинину. Она не знала. Я позже узнал это меню. Что делать? Она теперь покаясь. И если ты не знала, покушала, на этом нет греха. Аллаху алам. Если это было кафе, мусульманский кафе, и ты зашла кушать, и они вериломно поступили и подали тебе свинину, то тогда, иншаллах, на тебе нет греха. 25 лет русский, но читаю Куран, изучаю, смотрю. Моя жена очень против. Орет сразу. Ребенку два года. Боюсь их потерять. Но сердце говорит о том, чтобы продолжать. Продолжай, брат. Изучай религию. Если даже орет, если даже уйдет, потеряйся. Тебя Аллах лучшим заменит. Иншаллах. Мужчине две жены. В одной дете, а другой нет. Разрешается ли ему быть у нее больше дней, чем у другой? И в день другой жены приходит к жене детям, сидеть с ними и к жене, чья очередь приходит только к ночи. Нет, не имеется права. Хоть за то, что детей там много, ее поощрят, не имеешь права. Надо ровно делить ночи и дни. Сделай дуа за меня, чтобы Аллах исцелил. У меня корона и пневмония. Да исцели тебя Аллах, субханаху ва-та'аля. Аминь. За твой дуа. А скажите, является ли имуществом мужа деньги, которые дают государство жене, даже если он привез жену в Европу? Нет, не является. Это имущество в жены. Некоторые братья совершают грехи, шумят ночью под окнами, громко включают музыку. Насколько это большой грех? Ведь они причиняют вред многим людям. Конечно. Сам делаешь грех, один это грех. Когда ты этот грех заставляешь другим делать, включаешь музыку, и открыто этот грех делаешь, этот грех, даже если маленький грех превращается в большой грех. И тем более, что это не человечество, даже если не посмотреть на грех, это не человечество. Ночью люди хотят отдыхать, что завтра встать и работать делать, некий утренний намаз встать, а вы мешаете им в спад, потом они пропускают утренний намаз и прокляняют вас. Ночь нельзя мешать. Просто умом подумать. А если эта музыка делает, это все такими соблюдает, даже это грех, не грех, они не обращают внимания в Аллаху Аля. Можно ли читать намаз громко, чтобы мама услышала и научилась? Мама ей сказала, что я так тебе прочитаю, и она согласилась. Можно. Можно читать, никого запрету нету. Сможем в разводе уже три года, но живем в одном доме. Является ли это харамом? Уходить мне некуда. Он не уходит, развелась, потому что унижал, приводил любовницу домой к нам. Но если вы не уединяетесь, у тебя отдельный уход, у тебя отдельный дом. Не один дом. Один дом, но может быть один дом делить на две части. Например, пополам разделить, там снега, другой выход делать, что не получилось ваше уединение. Так можно жить, в Аллаху Аля. Если уединение есть, это харам, он для тебя чужой человек. Можно ли работать программистом частной фирмы, которая занимается компьютерами и компьютерными программами? Фирма по тендеру имеет договор на обслуживание судов уголовных граждан. Если это касаемо судей, сейчас не понял, я полностью этот вопрос. Если эта работа твоя и компьютерная работа, и программы ты делаешь для судов, или же обслуживаешь эти суды, тогда, конечно, запрещено это дело. В Аллаху Аля. Человек, кто совершает намаз, то нет, он лицемер. Может быть лицемером, может быть кафиром. Даже оставление одного намаза, по мнению многих ученых, является куфр. Из-за этого пусть не оставляет человек намаз, если хочет быть мусульманином. Ас-саламу алейкум, брат, почему ученые сауды не комментируют победу талибов? Потому что их тагут им приказ не дал. Те, кто может его комментировать, они сидят в тюрьмах в Саудии. Эти люди, которые, я не говорю все, многие, которые сейчас есть, они являются промокажками этих тагутов, чтобы только их ошибки стирать, их ошибки закрывать. Большего они не стоят. Аллаху Аля. Можно ли продавать, изготавливать и продавать украшения для волос? Если боишься, что могут купить непокрытые девушки, можно продавать. Самая отличная вещь является харамом. Аллаху Аля. Если стена 100%, то тоже можно их продавать. Если стена 100% их покупают, чтобы на улице одевать непокрытые женщины, это уже здесь разногласия ученых. Аллаху Аля. Братья и сестры, современные правила пользования некоторыми интернет-площадками, позволяющими выкладывать свой контент, такими как YouTube, Instagram, Facebook и Twitter, сегодня меняются под эгидой борьбы за свободу слова. К сожалению, как это часто и бывает, это является самой настоящей цензурой, под которую попадают исламские каналы. И наш прежний канал не является исключением. Поэтому мы призываем всех и каждого, чтобы вы скачивали наши ролики с нашего канала и перезаливали их на другие каналы или делились ими в других соцсетях, чтобы весь тот труд, который наша команда вкладывает в производство этих роликов, не пропал. Для вашего удобства мы разбили наш канал на тематические плейлисты или на актуальные видеоролики. Поэтому делитесь ими в соцсетях, подписывайтесь на наш канал, включайте все уведомления, нажав на колокольчик и становитесь одними из тех, кто является распространителем блага и добра. Ассаляму алейкум.